анонс новой лиги pass of exile by the way сначала смотрим трейлер пирамиды мне уже нравится цветовая гамма трейлер да трейлер погнали субтитры давайте по без лига провал декадность, крюльтность, смерть потерпела за более тысячи лет но есть способ найти Адзуатана я выстрелу вас в прошлое мы отправляемся в прошлое но увей они чё выпешки сделали мои мольбы услышаны открыть новые паузы строить строительство к храму когда мы находимся в руинах Адзуатана все внутри все остальные для взрослых ДИКТОР 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 1 июня все-таки не перенесли так включаем субтитры для вас привет я крис улсен из grinding gear games хорошее начало в инкерсион алва валий will transport you into the past to find the lost vile treasure temple of atzo atl by spilling more vile blood your time in the past can be extended when the incursion ends the items you earned will shower at your feet changes made in the past will affect the temple ruins in the present day unlocking doors in the past will allow you to access those rooms later killing vile architects will let you swap or upgrade rooms in the temple you should remove rooms with disadvantages and upgrade rooms which can contain valuable rewards you only get 11 chances to upgrade the temple before you visit it in the present so make sure you do as much as you can to maximize your profits столько камней с качеством сыпятся а в смысле вальных once you've loose at the ruins of atzo atl you may return to the past to reset the course of history and try again ну ничего себе буквально позавчера буквально позавчера я говорил про то что было бы прикольно если бы они сделали механику следующей лиги смысле атмосферу такой очень мрачной и темной а еще пару дней назад мы говорили про то что при учете того что изменяет вал скиллы очень вероятно что следующая лига будет провал так давайте по порядку получается какое-то место в которое мы попадаем и там есть много уровней инстов которые мы улучшаем вплоть до 11 попыток чтобы потом попасть в финальную вау руину уже получается в наше время а все остальное в прошлом и собрать лут и чтобы находиться в этом месте дольше нужно убивать больше мобов и продлевать время нахождения да это блин в пешке ну стиле пасов экзайл конечно давайте сначала прочитаем потом посмотрим пасхалки в видосе лига вмешательства в лиге испытаний вмешательства вы встретите исследовательницу альву валай которая ищет отца ты древний храм сокровищами вал отправляйтесь в прошлое узнаете местонахождение храма и измените его историю чтобы получить несметное богатство в июльском обновлении пасов экзайл вас ждут лига вмешательства новые предметы новые камни и крупная переработка множество знакомых умений храм адзаль а цуатль построены во времена процветания давно ушедшего царства вау храм адзаль вмешал неописуемые сокровища и население небольшого города но после катаклизма храм со всеми его секретами поглотили джунгли и мир забыл о нем о нем до вчерашнего дня вмешательство во время при встрече альва будет открывать портал который отправит вас в храм адзаль во времена его постройки убивая обитателей храма вы сможете продлить ваше кратковременное вмешательство ваши визиты в храм помогут альве обнаружить его местонахождение в настоящем вы сможете повлиять на его содержимое получить ценные награды и по моим пытаемся не дайте достроить его получите сокровища отца для спустя десяток вмешательств во время альва определит местонахождение храма отца до в настоящем вместе вы исследуете джунгли отыщите храм и заберете его сокровище каждый тип комнат храма обладает собственными уникальными опасностями и наградами измените ход истории ваши действия в прошлом будут иметь существенные последствия убивая архитектора вал которые руководят строительством вы будете влиять на расположение комнат готовой версии храма в настоящем во время ваших вмешательств вы найдете ключи которыми можно открыть двери в прошлом чтобы получить доступ к дополнительным комнатам в будущем то есть мы типа вы можем выбирать в какие комнаты мы пойдем да получается а вот эти вот эти связи они всегда такие или там в зависимости от того где мы открываем надо посмотреть в трейдере час сбалансируйте риски и награды путешествуя в прошлом и заставляя архитекторов вал улучшать стоящиеся комнаты вы сможете получить еще больше ценных сокровищ многие улучшенные комнаты хранят в себе стоящие награды но при этом делают храм более опасным пробивание стихийных резов процент здоровья а вот уники история вал одноручный меч 50 процентов от урона этого меча конвертится в случайный урон стихией физики атаке с этим оружием всегда накладывают статусы и физ урон слабенький судьба вал одноручный меч физ урон скорость атаки 100 процент а это типа улучшенная версия видимо сто процентов от физики конвертится в случайный элемент тоже накладывает всегда статусы увеличенный урон целям подожженным замороженным и шокнутым вот это уже намного круче и к тому же он одноручный это один аффикс вот это она может быть до маска поглотителя душ что-то такое духов тут здоровье ваш энергощит начинается с нуля нельзя получать энергощит 50 про 50 регена здоровья в секунду если у нас есть хотя бы 500 энергощита 100 регена здоровья в секунду если есть 1000 150 если есть 1500 это типа всякими личами и все такое собирать его странный уник ну ладно вал скиллы в обновлении 3.3 будут представлены 12 новых камней 12 новых камней нихрена себе это получается лига про новые обилки поскольку вмешательство лига на тему вал мы добавим 6 новых камней умений вал кроме того в игре появится 5 новых умений ловушек 5 новых умений ловушек чего и один камень поддержки ловушек который поможет ловушечникам кстати еще более серьезной угрозой 12 скиллов охренеть я не помню когда последний раз 12 скиллов вводили за ригу юри тео файл а вот как они это сделали смотрите получается типа обычный камень и в нем встроенный еще валь на его версия то есть по сути теперь вал камни это стал как бы great следующий great камня если у тебя есть вал камень то ты можешь и вальную версию обычную использовать прикольно и что делает вальная версия пьюрити 16 процентов снижение входящего урона огнем 6 секунд продолжительность вы и ваши ближайшие союзники имеют иммунитет к поджогу ближайшие враги сопротивление огнем игнорируется атаками офигеть пробивание резов огнем любыми атаками снижение входящего урона огнем еще иммунитет знаете чё вот эти ауры на самом деле очень сильно могут баланс поменять ну ладно склан давайте сначала все почитаем потом скажу юрите электричество снижение входящего стихи электрического урона иммун к шоку и соответственно пробивание электричество атаками блайт вал блайт так что он делает накладывает мощный дебаф на врагов вокруг вас который наносит урон хаосом по времени затем накладывает два дополнительных слоя в более крупном радиусе сильно раздуваясь в размере каждый раз тому же цели получают хиндер на небольшой промежуток времени который замедляет их скорость передвижения базовая продолжительность 6 секунд модификатор из полдомога работают с периодическим уроном снижение передвижения 80 процентов вплоть до 20 слоев урона интерн и цели получает на 20 процентов больше урона хаосом вал блайт показали в трейдере дамы сейчас посмотрим тогда давайте посмотрим потом сразу лайтнинг спайр трап типа шипастая какая-то ловушка ловушка шпиля молний когда она активируется бьет по разным слугам по нет нескольким локациям вокруг ловушки на определенный промежуток времени нанося урон электричеством к спит влияет на то как часто эти атаки происходят иметь шанс очень сильно критануть по шокнутым целям то есть это типа в стиле стиле переработанного сплит точнее как он там рейн оф аэро этой обилки не было в трейдере сифонин трап накладывает дебаф лучи какие-то промежуток времени которые наносят урон холодом по времени также луч накладывается на персонажа давая ему жизнь манореген который базируется на количестве дебафнутых дебафов лучей которые в данный момент висят на целях вау это что-то сложное это типа еды ловушка только она холодом бьет почему-то интересно посмотреть как то выглядит я смутно представляю лучи какие-то они типа будут просто постоянно держаться на врагах блэйд вортекс вал блэйд вортекс создает вортексы которые двигаются 10 мечей которые держатся определенный промежуток времени вортексы двигаются в сторону целей периодически нанося урон тем сквозь кого они проходят 10 вортексов летают и дамажат цели они могут стакаться интересно увеличенный шанс крита сто процентов плюс восемь к радиусу наносит каждой 0 13 секунд видео с новыми камнями видео с новыми камнями окей сейчас посмотрим так взрывная ловуха 50 процентов от физики конвертится в огонь учусь и физическая ловушка большой взрыв наносит спал дамаг в радиусе небольшое количество мелких взрывов вокруг этого радиуса потом случаются после первого физическая ловуха лол с конвертом лэйм троуэр трап выпускает некоторое количество пламени при срабатывании выпускает вокруг себя несколько потоков пламени в разных направлениях в течение некоторых промежутков времени потоки пламени вращаются вокруг ловушки и несколько раз наносят урон горящие враги получают больше урона неужели спасибо сипсета за сапку для дарова так сейсмическая ловушка герой бросает в указанное место ловушку которая при срабатывании в течение некоторого времени повторно выпускает несколько волн урон каждая волна наносит урон сериями небольших взрывов в ряд завершающиеся большим взрывом модификаторы скоростью ля-ля-ля еще одна физ ловушка только без конверта блин и субборд камень заряженные ловушки имеет имеет шанс регенерировать френзи и пауэр заряд когда активируется ловушка крит урон за каждый заряд энергии и скорость броска ловушек за каждый френзи заряд неплохо неплохо если конечно другие способы регена зарядов не использовать вот это получается нам показали 10 да из 12 надо сложно некоторые из этих описаний представить как это будет выглядеть нужно увидеть сейчас посмотрим переработка существующих умений помимо 12 новых камней мы переработали около 20 существующих умений чтобы предоставить вам еще больше игровых возможностей мы изменили эффекты механики функции баланс этих камней чтобы привести их силу и качество в соответствие с современными умениями пассов экзайл мы также улучшили различные механики к примеру поджог но это мы уже знаем это нам уже показывали мощные новые предметы кроме новых камней в обновлении 3.3 войдут 28 новых уникальных предметов 20 новых годальных карт и множество других изменений так смотрим посмотри на картинку вот это это же ground slam вроде вал ground slam или какую картинку так а ну да получается если тематика вал то там все будет закарабченная постоянно да это что не покрафтить что ли кинжал спелл дамаг мано рекен шанс получить анхори майт на 3 секунды при убийстве ааааа они новые имплиситы добавят при копчении но такое свойство уже есть в абис камнях какой смысл ставить пушку если можно просто один абис поставить увеличение здоровья 18 процентов ох ни хрена себе магнитуд и имплисит свойств утроены это вообще все пояс который утраивает бонусы имплисит свойств на шмате если это все на эквипе это интересно дэээм это уже утроены вы думаете то есть там типа 6 процентов базово но он не может утраивать только себя самого иначе он был бы трэш это как с амулетом пойди я очень надеюсь что он должен утраивать песик вип только пояс тут есть два варианта либо это либо только пояс и это получается не утроенная версия либо все шмотки в эквипе на русском понятней значение собственных свойств утроены не по-моему это просто термин собственных свойств имплисит не совсем понятно ну ладно посмотрим зефри и сердце урон хаосом предметы и камни 50 процентов увеличенная стоимость по атрибутам хаос урон может поджигать чилить и шокать получаем солитер на 10 секунд когда мы используем ваус скил ничего себе мне кажется или это имба на реддите ггг писали что только на поясе ну значит он трэш лоу левельный ну может быть на твинка кач подойдет видимо там свойств может можно будет всяких разных наловить его будут выбивать и потом короче коптить и с нужными свойствами он будет дорогой с ненужными по-моему этот амулет имба солитер встроенный шокать хаос уроном тут кстати написано чил но не написано фриз обратите внимание фризать он будет или нет видимо нет плюс 3 power charger но они же могут еще новые они практически на 100% они еще новые имплисит свойства с вал копчения добавят так что может быть там еще круче что-то будет возможно есть смысл ванговать то что валорбы будут дороже хаосов в этой лиге впервые на протяжении всей лиги если конечно окажется что свойства действительно годные вот этот пояс выглядит офигенно ну вроде бы на первый взгляд так кольцо на вас нельзя накладывать блит о о щит если если здесь есть иммунитет к блиду чат там может быть еще и иммунитет ко всему остальному иммунитет к фризу например на кольце хм причем как бы кольцо обычно имплисит свойства не такое важное и вполне можно закоптить шейпер сид получается пьюрити огня увеличенный стихийный урон атаками а стоп обрати внимание на 5 процентов хп да я увидел возможно там при копчении все свойства будут ну будут иметь не знаю я просто сейчас спекулирую будут иметь возможность там новые какие-то заролиться не знаю 23 пьюрити огня скилл ну довольно бесполезная хрень на самом деле ну хотя 23 уровень типа сэкономить а не поставить камень просто если ты как бы теперь ты ставишь любой камень и ты хочешь чтобы у него вал версия была встроенная то есть ты сразу берешь вальный этот не вальный соответственно походу трэш карточка на шрайкин эссенции 9 рандомных шрайкин эссенции это кстати тоже прикольно устанет крафт через эссенции у кэм а пакеты в конце посмотрим сейчас нужно где это видос сейчас нужно посмотреть на то как эти визуальные скиллы выглядят Некоторые скиллы О! Это получается Флейм Троуэр Ловушка, да? У нас Как турель крутится Второе это Я уже забыл все эти названия Новых ловушек Он здесь получается Электрическую Его тут кидает Там такая в центре Херовина стоит И она типа бьет Бьет электрическими взрывами А это ледяная Тоже Херовина в центре И она Такими лучами держит врагов Ясно? Теперь понятно стало Интересно, они будут стакаться? Сразу же вопрос возникает Вот эти лучи и все такое А у них есть откат Люди, обратите внимание Только у ледяной ловушки Нет количества стаков А у этих получается По три стака настакивается И довольно долгий откат То есть это типа сделано так Чтобы их по очереди Юзать Я думал мы Я думал мы отказались От отката в ловушках Нет? Крайне мере они так говорили Для большинства Видимо все таки нет У всех есть откат Но у ледяной ловушки Нет количества стаков А, это вот Эрсквейк фигня И вторая Вот эта вот Которая взрывается Это которая Конвертится из физики В огонь А первая Это типа физическая Как думаешь Теперь можно будет Играть фаерштормом Через игнайт? Нет? Ты хочешь накладывать Большие удары Чтобы Игнайт Получался жирный Зачем тебе мелкие Фаербольчики Из фаершторма Выглядит прикольно Эрсквейк трап Да Разумеется Джак Кстати Обратите внимание На внешку Эту щита Там еще Анимация Такая прикольная Типа Какие-то Отбойные Молотки Долбят Смотрите Капа О Испепеление Пошло Входное У меня Есть почему-то Ощущение Что Быстрые Скиллы Могут Понерфить Или как-то Замедлить Потому что Эти новые Механики Они смотрятся Такими Знаете Типа Более Размеренными Скиллов Это Блайт Нет Это Не Блайт Не Обращайте Внимание На скорость Зачистки И на Все Остальное Потому что Это Как бы Типа Демонстрация Там Просто Этого Репортера Засели Закинули За комп Где готовый Персонаж Уже Созданный Он Ничего Не Понимает В игре Он Просто Бегает И Видео Снимает И Все Кстати Я очень Рад Что Он Ничего Не Говорит Респект За Это Потому что Все Эти Репортерские Вопросы Про Пои Они Сводятся К тому А Значит В этой Игре Вы Вы Выбиваете Различные Предметы И вы Одеваете Их Слоты Персонажа Ммм А еще Здесь Есть Сферы Как Интересно Хорошо Что Он Ничего Не Спрашивал Просто Показывает Скилл Молодец Лайкну За Это Ни Хрена Себе Вот Это Ое У Рейн Уф Эра Устала Что За Дичь На Полтора Экрана Фигачит Просто Привет Блов Здоров Кирилл Что Это Какой То Дикий Радиус Это Пятеринка Вроде Я Не Вижу Там Линков На Радиус У Него Четыре Лингболиста Она Че Проклятие Накладывает Ланшотит Белых Самбарей В Бичи Первого Уровня Ничего Нас Не Урон Интересует Как бы Просто Как Сам Скил Играется Радиус Дичайший Но По-любому Понадобится Что-то В Сингл Таргет Еще А Вот Вал Дабл Страйк Люди Дю Дабл Да Дабл А Получается С ним Летают Просто Две Копии Прикольно И там Есть Три Стака Пожалуйста Прожми Два Раза А их Можно Больше Двух Иметь Одновременно Прожми Еще Раз Умоляю Кажется Больше Двух Нельзя А Можно Он Прожал Четыре Летает А Если Увеличить Продолжительность И Стакать Еще Есть Че Я Кстати Не Помню Какие Теги На этом Скиле Его Там Можно Бустить Миньон Нодами Или Нет Теперь Я знаю Чем Я буду Играть В этой Лиге Тут Много Вариантов Не Торопись С выводами Овал Earthquake Топча Это Граунд Слэм Почему Он Бьет Во все Стороны Одновременно Они Сказали Что Увеличили Немного Угол Я Я Сначала Потому Что Это Earthquake Подождите Кстати Все эти Кошки И они Станятся А Не 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 Это Был Вал Граунд Слэм Кстати Прикольно Выглядит Блин Офигенно Как Мне Нравится Эта Новая Система Вал Скиллов Я Так Хотел Чтобы В Пое КД Появились Чистишь Одной Обилкой А Потом В Необходимых Ситуациях Прожимаешь Усиленную И Потом Она Начинает Откатываться Это Именно То Чего Не Хватало Игре Дэм Такая Ностальгия Видеть Граунд Слэм Вы Не Представляете Просто Это Был Мой Первый Любимый Скилл В Пое Еще Несколько Лет Назад Он Возвращается Надеюсь Они его Очень Хорошо Бахнут Я Хочу Чтобы Он Был Им Бой Чтобы Он Сандер Превысил Просто Что Конечно Маловероятно Но Ну Как минимум Он Станет Играбельным Да Я Обожаю Граунд Слэм Обожал Пока Он Не Устарел Он Прописал Слэш Души Зачем О Лайтник Страйк Вал Лайтник Страйк Опять Читы Эй Хватит Читы Прописывать У него Чё Нету Пирса На Лайтник Страйке Или Он Там Не Ставится Обычно Увеличено Да Наверное Увеличение Регена Душ Слушайте А может Это реально Чит На то Чтобы Души Регенились Больше Чем Обычно Но Видите В чём Прикол Пока Стоит Этот Лайтник Страйк Какое То Время Души Не Набирается То есть Пока Скил Активирован Вы Не Получаете Надо Посмотреть С Дио Страйком Так же Было Или Нет Потому что Если Да То Не Получится Одновременно Держать Этих Мобов И Настакивать Новых Да Джокер Ступ И Тут Где Да Там Около Шести Секунд Мы Уже Считали Итак Места Нет В раскладке А теперь Ещё Вал Скилы Впихнуть Надо Ну Я думаю В этой Лиге Начнётся Нытьё Про то Что Слотов Не Хватает И В следующей Лиге Они Расширят Слотов Обилок На Экране Они Просто Хотят Сделать Чтобы По Умолчанию У Каждого Билда Хотя Была Одна Билка На Зачистку И Ещё Одна Которую Он Прожимает Периодически Хотя Бы Если Даже Если Допустим У него Нету Скилла Который Типа Там Для Соло Цели Для Урону По Площади В общем Эта Команда Просто Дает Максимум Душ То Что Он Прописывает Три Заряда Сразу Кидает На Вал Скилл Где Вы Стюпидов Увидели Он Таргетит Бочки Не Знаю Просто Завез Столько Контента Своим Видосом Респект Осему Показал Блин Половину Обилок Новых Есть В трейлере Что Что Он Не Показал Из Нового То Что Мы Пропустили Так Сейчас Поищем Пасхалки Это Дюл Страйк А Вот 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 Блайт Вал Блайт Вот Как Он Работает Получается Он Его Прожимает Выпускается Одна Волна За Ней Сразу Вторая И Видимо Еще Третья И Каждая Последующая Крупнее Предыдущей Здесь Связи Между Комнатами Они Меняются А Да Они Меняются Смотрите То есть Вот Эти Связи Можно Их В любой Последовательности Делать Получается Ты сам Выбираешь Из какой Комнаты В какую Пройти Вплоть До вершины Ацатля И Потом Видимо Это Будет Как-то Влиять На Зачистку Его В настоящем Времени Только Я Не Совсем Понял В настоящем Времени Нужно Заново Все Эти Комнаты Проходить Или Только Финал Разные Комбинации Для Разных Билдов Видимо И Разных Видов Лута Но Я думаю Поначалу Типа Будут Ходить Везде И Все Подряд А Потом Выработаются Там Лучшие Комбо Ох Я Уже Представляю Эти Вопросы Чистер Чистер А Ты В Каком Порядке Комнаты Ватсат Чистишь А Из-за Генератора Бурь Куда Лучше Ити В Мастерскую Или В Переходы Сами Комнаты Тоже Меняются Да Нет Вроде Комнаты А Да Они Местами Меняются То есть Там Еще И Рандомная Генерация Комнаты Их Можно Типа Апгрейдить Босс Будет Называться Как Будет Босс Называться Горн Всезодчего Улучшает Босса Храма Стань Зодчим Храма Святилище Жизни Монстры Генерируют Здоровье Отдел Волшебства Тайники С улучшенными Камнями Архитектор Вал Не архитекторы Хотя может быть Это и босс Кстати Да Призывает Бури Порчи Зал Культивизации Культивации Создает Отравленные Растения Найс Архитекторы Не босса Я тоже так Подумал Что это не боссы Это Типа Если ты убиваешь Архитектора То ты блокируешь Какую-то комнату Ее строительство Или что-то такое Это архитектор Походу Который какой-то Пулякой Пиу Пиу Вот Вот это Вот вроде босс Это похоже на босса Главное Чтобы они были Сложными А Точно Там же в конце Было Летающая Платформа Такая Где это В самом конце Вроде бы Да Вот 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 Люди Летающая Платформа С какими-то Лазерами Крис В интервью Сказал Что они Добавят Около 24 Боссов Архитекторов Просто Есть одна Проблема Знаете В чем Есть Диссонанс Контент Лиги Обычно Делают Простым И доступным Для всех Чтобы Даже Новички Могли В нем Поучаствовать Но Если Сделать Контент Лиги Слишком Простым Если Это Будет Единственный Контент Он Быстро Надоест А если Его Сделать Сложным То Новички Будут Вайнить Типа Я Ничего Не Могу Убить Там И Все Такое Не Знаю Может Быть Там Как-то Грейды Этих Комнат Будут Влиять Тапатанте Архитектор Замеджи Купите Архитектора Чтобы Изменить Эту Комнату Чтобы Поменять Эту Комнату На Сплинтер Ресерч Лаб Залы Ааа Типа Нажимаешь На Комнату И Там Написано В Случае Убийства Архитектора Что С ней Произойдет И Нарисованы Входы И Лестницы Омнитект Босс Называется Получается Во время Зачистки Если Вы Тыкаете На Двери В Этой Комнате То Это Открывает Проходы В Другие Комнаты В Следующие Ваши Прохождения Туда Лут Получается Выдается После Зачистки Он Вываливается Вам Дается Время На Зачистку Чего-то И Вы Можете Его Зафейдить Или Нет И Чтобы Вас Не Отвлекал Лут Лут Падает В конце Всего Этого Процесса Чтобы Вы Сфокусировались Именно На Эффективной Зачистке В чем Положительная Сторона У этого Есть Соревновательный Момент То Зачистить Мы не знаем Насколько Это будет Балансово Сложной Подробности Но в целом Есть потенциал Сейчас Крис Все Распишет Че 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 Зики Говори что это Дополнение Вал Я говорил Это уже Несколько Лиг Ты был Прав Все Это Время Почему Вал И Почему Теперь Мы хотели Вернуться В Вальво Субтитры Отрублю Мы хотели Вернуться Вал Уже Очень Давно Было Много Идей А Это Получается Вал Дополнение Но Это Дополнение Не Про Вал В будущем Возможно Будет Гораздо Больше Вещей Развивающих Эту Тему Справа Это Кризны Ничего Си Лута Нападала Офигеть Сколько Свитков Какие Богатства Дээм А Почему Стоп Че Там Уже Вывалился Лута Он Снова Пошел То Есть Там Можно Несколько Раз Ходить 50% Получается Контента Это Переработка Скиллов Получается Этот Контент Показывает Вот Это Храм Ацатль Но Он Не Раскрывает Очень Много По Валу К Чему Еще Можно Вернуться В Будущем Может быть Мы Наконец Узнаем Че Произошло С Вал Цивилизацией По Лору Она Типа Была Была А потом Ее Не Стало И Никто Не Знает Че С Ней Случилось Она Просто Перестала Существовать И Адзуби Была Королевой Кстати 80 Различных Вариаций Комнат Которые Могут Прок А Здесь Че Он Сказал Я Не Совсем Понимаю Что Имеется Ввиду Под Лигой Испытания В смысле Челлендж В его Нормальном Понимании Или Челлендж Испытания Которые Ачивки А Он Короче Спросил Типа Это Контент Самой Лиги Или Дополнение Вот Что И Часть Из Этого Контента Уже В Экспэншн Заходит 28 Новых Уников Сколько 12 Обилок 24 Босса Архитектора И Омнитег Это Типа Финальный Босс Это Самая Большая Лига Которую Они Делали До Этого Момента Он Сказал Осколки А Кстати Да Че Че Почему Здесь Осколки Упали Бридж Сундука Упали Бридж Осколки Причем Кстати В 2 И в 3 В стаках По Несколько Он Говорит Что Обычно Когда мы Выпускаем Крупное Дополнение Мы Делаем Мега Пакеты Там На 480 Баксов И Это Классно Когда Ты можешь Столько Суппорта Получить С одного Игрока Но Большая Часть Их Прибыли Идет С Большого Количества Игроков Которые Покупают По 30-60 Баксов Пакеты Поэтому Они Решили Только Обычные Пакеты Добавить Почему Кстати Почему Таймера Нет Когда Он Здесь Бегает Или Он На Какой То Момент Останавливается Крис Все Время Так Старается Побольше Выдать Что Аж Задыхается Периодически Финальный Храм Кстати Я Вспомнил Они Интервью Прошлое Там Пару Лиг Назад Делали В этом же Месте Я Помню Эти Пальмы Сзади И По-моему Зигит Даже В этой Кофте Тоже Был Это Больше Лига Чем Экспэншн Это Прошлогоднее Записали Заранее Год Назад Сейчас Выложил 4.0 Да 4.0 Еще Еще Годы Он Сказал Годы Страшно Но Крупное Дополнение Будет В Декабре Короче Они Переходят Они По-сути Перешли К Системе Больших Лиг Контентов Вместо Лиги Плюс Экспэншн Как было Раньше То есть Обычно Чаще всего Выходит Дополнение И Вместе С ним Лига Это Четко Разделенные После Бестиария Это Что-то Ближе К Большой Лиге Которая По-сути Есть Дополнение Как я Это Понимаю Нет 3.0 Вышло После 2.6 Так что Не обязательно Будет 3.9 До 4.0 Он Говорит Что Представляете Когда Начнутся Лиги Тира 4.0 Или 5.0 Когда Нужно Будет Там Короче 400 500 Человека Их Усилия Для Того Чтобы Запилить Лигу Которая Будет Достаточно Высоко Совпадать С ожиданиями Игроков Если Сравнить Получается Предыдущие Лиги То В каждой Становится Все Больше Контента Те Кто Давно Играли Они Помнят Там Крис Упоминал Там Лигу Анслот В которой По сути Мобы Были Просто Ускоренные Ну И Было Там Несколько Уников И Обилок И Все Больше Ничего Не Было А Сейчас Нам Запиливают Уже Там Целые Локации Уровни Мы Уже Бунтуем Если В лиге Нет Как Минимум Одного Босса Какого Нибудь Эндгейм Контента То С каждой Лигой Становится Все Больше Но Самое Смешное Что Комьюнити К этому Привыкают И воспринимают Это Как Должное Типа Ну Да И Че 12 Скиллов Ну Окей Да 30 Уников Ну Да Новый Инст Да 30 Боссов Какая Разница Это Повлияло На Лигу Бестиарий То Что Там Было Много Чего В Последнюю Минуту Доделано Это Сильно Сказалось На Ее Качестве В Отличии От Этой Лиги Которая Как Они Говорили Была Готова Еще Там Ну Больше Ее Часть Этой Теперь Они Полностью Изменили Как Они Делают Вообще Как Они Создают Процесс Создания Лиги И В Этот Раз Они Получается Ускорились И Теперь У них Система Разработки Лиги Такая Что Прототип Должен Быть Готов Еще До Дедлайна И В Этот Раз Они Успели К Дедлайну Четыре Недели До Старта Лиги Когда Уже Была Играбельная Версия Контента И Дальше Они Уже Просто Там Дорабатывали А Когда Альфа Тест Он Не Сказал Через Неделю Или Две А Ну Да Получается Короче Где То Стоп А Когда Это Видео Записывалось Оно Могло Раньше Записываться Выложил Он Его Десятого Мая То есть Где-то С Пятнадцатого По Двадцать Пятая Мая Примерно Стоит Ожидать Мимум Неделю Альфа Теста Кстати Обратите Внимание Что Арты Всего Этого Вала Окружения Стали Больше Походить На Мая Если Посмотреть На Старые Эти Они Такие Какие-то Более Отдаленные Здесь Прям Четко Мая Прослеживается Если Люди Хотят Перед Рождеством Три-четыре Недели Отдохнуть То По сути Грис Сказал Что Они Хрестают Плеткой Чтобы Они Работали Лучше До Этого Момента Я Представляю Как Крис Хрещет Разработчиков Такой Хочешь Отдохнуть На Новый Год Фигач А Вот Получается Этот Лут Который Здесь Падает Его Можно Не Поднимать Он Все Равно Потом Вывалится В конце После Зачистки Здесь Они Короче Говорят Про Эти Временные Рамки Там Что Война За Атлас Была Сделана На Много Недей Раньше Что Дало Им Возможность Для Ее Полировки И Все Такое Оу 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 Слышали Что Он Сказал Типа У Него Спросил Я Что Насчет Первого Месяца Вы Обычно В этот Момент Там Добавляете Или Что То Там Подправляете Контента После Старта Лиги Он Сказал Что У Нас Есть Сейчас Типа Месяца До Релиза Чтобы Это Сделать А на Релизе Мы Как Бы При Учете Что Контент Лиги Это Комнаты Мы Можем Какие Комнаты Немножко Приспустить Чтобы Самые Самые Полезные Чтобы Они Не Были Такими Эффективными И Мы Это Очень Любим Делать Это По Сути Подтверждение Того Что Они Шансы Прока Подключивают На Мой Взгляд О Вопрос По Поводу Скорости Зачистки Замедление Ускорение Что Насчет Этой Лиги Лол Короче У него По Поводу Скорости Зачистки Спросили Он Сказал Что Это По Любому Лига Скорости Зачистки И Типа Мы Пробовали Варианты При которых Люди Делают Когда Они Делают Что Не Очень Приятное Не Очень Удобное Они Получают За это Повышенную Награду Типа В качестве Примера Уберлаба Он Сказал Что Мы Экспериментировали С Бестиарием По Поводу Возможности Того Чтоб Людей Ловили Зверей И Поняли Что Когда Мы Выпускаем Контент Который Заставляет Их Замедлиться Они Начинают Доставать Вилы Поэтому Эта Лига Это По-любому Типа Не В таком Виде Эта Лига Не Замедляет Нет Смысла Останавливаться Да Я Полностью Согласен Говорит Про То Что Бестиарий В Его Мнении Был Интересной Задумкой Но Реализация Получилась Очень Хромая Потому Что Времени Не Хватило А Где Мы Кстати Находить Будем Просто В Локации Она Будет Прокать Рандомно Как Бридж Кое Что Незаметно По Трейдерам То Что Это Поселение Этот Храм Это Одна Локация Без Загрузочных Экранов И По сути Самая Большая Карта В Реализация Реализации Давайте Посмотрим Пакеты Это Это Конквест Конкискадор Конкистадор Вот Это Первый Эффект Оружия Что Громко Перья Перья Мне Не Нравится Просто Дичь Какая Это Второй Эффект Тоже Не Нравится Может Цветы А Здесь Все Показывают В одном Видосе Черепки Прикольные На картинке Сет Конкистадора Выглядел Круче На видосе Мне больше Сет Майя Нравится Ну Такие Ничего Черепа Прикольные Да Но Меч Облепленный Перьями Это Какой-то Трешак Ну Какой-то Один Из них Я точно Возьму И Получается На этом Все В принципе Да То есть Основным Краеугольным Камнем Этой Лиги Будет Переработка Скиллов И Введение Новых Я Очень Сильно Надеюсь Что Некоторые Хотя бы И парочка Из этих Скиллов Будут Им Бой То есть Без Приколов Я Реально Хочу Чтобы Пара Скиллов Новых Были Нафиг Сломанными Почему Потому Что Нужно Перебить Сломанные Существующие Скиллы Которыми Играют Уже Очень Долгое Количество Времени И Которые Не Особо Оставляют Вариантов Для Такого Типа Самого Эндгейм Контента Так что Если Появится Что-то Крутое Это Будет Класс Но Даже Даже Выше Среднего Новые Скиллы Это Тоже Хорошо Теперь Опять Комната Ожидания Началась В целом Я В целом Я доволен Неизвестно Конечно Как это Будет В реале Но Сама Механика Опять Она Во-первых Интересная И во-вторых Не Не Банальная Которую Я ожидал Увидеть В стиле Брича То есть Это Как бы В стиле Брича Но Очень Сильно Отличается Я знаю Что Многие Хотели Точнее Нет Наверное Не Многие Меньшинство Хотело Чтобы Была Лига В которой Ты Находишь Какую-то Другую Вариацию Брича Из нее Лезут Мобы И все И на этом Все Я Очень Рад Что ГГ Не Пошли На Поводу Этих Банальных Примитивных Однообразных Ожиданий